слава украине привет всем от полонского в чем вот феномен венгрии которая постоянно ставит палки в колеса украине по любым под любым предлогом почему они так поступают и что собственно тут со мной мой мой постоянный редактор кот кошка нет кот который кошка да хорошая девочка почему венгры постоянно таким образом поступают и собственно говоря шантажирует украину ребята здесь два ответа скажем так первый ответ они хотят иметь большее влияние на закарпатье это абсолютно очевидно я не думаю что они так уж хотят у нас его отобрать ну просто кишка танка но знаете закинуть удочку на будущее сделать да такой вот зазорчик что а это типа мы это мы к этой территории мы имеем отношение она нам не безразлична это наши люди и так далее да вот мы слышим то же самое в принципе с другой стороны граница так называемой россии те же самые песни и вот тут как говорится кроется одна одна из причин то есть влияние на закарпатье они хотят сохранить на всякий случай это первый момент но не единственный второй момент тот что нет массе нет второй момент тот что венгрия постоянно скажем так входит в конфликт с различными правилами и установками ес по самым различным вопросам иногда правильным иногда неправильным и очень часто скажем так по уровню коррупции и очень часто по отношению вот я уже рассказывал вот эта ситуация мигрантов да европа принимает мигрантов и венгрия категорически нет и тут ее очень сложно как бы обвинить тем не менее по различным вопросам венгрия вступает в конфликт с брюсселем с евросоюзом и вот тут у них появляется замечательный повод бюсселю ответить а каким образом они отвечают они всячески тормозят любые инициативы касательно украины вообще любые начиная от денежной помощи украине до любого содействия любого сотрудничества с украины в любой сфере то есть они тупо начинают начинают ставить палки в колеса для чего потому что из-за несоответствия той же самой венгрии правилам и принципам ес тот самый ес частенько берет и перекрывает им где и финансовую помощь смотрите польша и венгрия являются крупнейшими в ес получателями финансовой помощи а вот донорами являются такие страны например как франция и германия ну вот так чтобы было понятно да одни платят больше другие больше получают венгрии польши как раз больше получают вот и им хочется тем же венграм хочется чтобы этот статус получателя помощи у них остался и чтобы не дай бог кстати украина эти деньги не получила тут тоже такой момент еще знаете и вот это и плюс к этому всему они еще хотят дешевую дешевые углеводороды получать из так называемой россии и вот этот весь клубок весь клубок вот этих дел заставляет их а подшантажировать немножечко брюссель с тем чтобы им дали финансовую помощь подшантажировать тот же брюссель чтобы им сделали исключение из антироссийских каких-то санкций потому что них не хотят соблюдать потому что понятное дело там выгоднее покупать в настоящий момент углеводороды вот так они хотят плюс понятное дело что я понимаю что я не могу этого доказать но я так понимаю что видимо орбан коррумпирован путиным ну мне так это мое личное мнение я говорю слово видимо скорее всего я прав и таким образом через украину например будапешт оставляется оставляет себе возможность тупо шантажировать тем или иным способом брюссель заставляя вовремя платить себе деньги в том объеме в котором нужно собственно говоря орбану вот и вот и вся как говорится петрушка то есть им вообще плевать на все орбану плевать абсолютно на все на любые сантименты на любое что он гребет лопатой под себя и это уже собственно говоря в ес поняли и видите у них сейчас даже вот они выступали и говорили что украина гораздо ближе киес чем венгрия венгрия отделяет от ес настоящий момент десятки десятилетия вот собственно говоря и все но нам от этого не как говорится такого выступления ни холодно ни жарко поскольку действительно очень многое в большой степени венгрия действительно тормозит наш прогресс в евросоюзе хотя с тем же самым прогрессом евросоюзе я вам уже в другом ролике рассказывал есть некоторые проблемы в связи с тем хотя бы связи с европейской политикой в отношении мигрантов которая для украины с моей точки зрения категорически неприемлемо видите то есть тут целый такой жмут вопросов которые зная но они все решаемо честно и говорят венгрии все решаемо потому что орбан за деньги и маму родную в аренду сдаст это мое личное мнение и я думаю что я в этом случае прав